Это сейчас трёхлетний Марсель улыбается и без страха идёт на перевязку, чувствует себя супергероем и, похоже, рад освобождению от детсада. Но родители вспоминают случившееся с ужасом. На праздновании дня рождения дочки знакомых в кафе, где мальчик был среди гостей, на него упала люстра. «Именно в этот момент меня в помещении не было, я был на улице. Когда я туда зашёл, я увидел много-много стёкол, крови, ребёнок. То есть был в шоке, плакал. У персонала не было ни аптечки, ничего». Случилось всё это буквально через 10 минут после того, как ребята поздравили именинницу, рассказывает мама девочки. Всё произошло на её глазах. «Я сидела, смотрела как раз на него, он проходил с воздушным шариком, зацепил. Он даже не дёрнул, всё сразу упало. Ну, быстро очень. Пришла какая-то женщина, я не знаю, кто она, она разговаривала по телефону и сказала не нам, а бармену, чтобы они включили нам в счёт. Если мы откажемся платить, чтобы вызвали охрану. Но муж мой сказал, мы ничего платить не будем, это на вас нужно писать заявление». Первую медицинскую помощь на месте Марселю оказать никто не смог. Вызвали скорую, которую увезла малыша в травпункт. Там раны на голове обработали и наложили швы. «Был осмотрен, оказана необходимая помощь, и ребёнок оправлен на амбулаторное долечивание. Его состояние позволяет вполне находиться дома, ходить на перевязке в поликлинику и быть под постоянным наблюдением дочек». Тем не менее, родители мальчика переживают и на всякий случай записали его на приём к неврологу. Раны глубокие, шрамы останутся на всю жизнь. Один длиной 7 сантиметров, другой 3. Сейчас главное, чтобы не было больше никаких последствий от такого удара. К делу уже подключилась полиция. «Информация о случившемся в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Российканский» поступила и в скорой медицинской помощи. По яснению обстоятельств сразу же подключилась группа немедленного реагирования. В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних в рамках уголовно-процессуального кодекса проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение». Администрация кафе, где всё случилось, никаких комментариев не даёт. Между тем, родители мальчика и другие гости детского праздника говорят, всё могло закончиться намного хуже. Малышей там было много, а большая люстра упала всего лишь от воздушного шарика. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, Енисей, Новости.